Губернатор Сергей Морозов провел встречи и консультации с руководителями фракций, представленных в областном парламенте. Чиновники обсудили важные партийные вопросы. Уже завтра глава региона выступит с отчетом перед депутатами на внеочередном заседании в ЗСО. Отчет губернатора построен прежде всего на тех моментах проделанной работы правительством. А я хотел бы подчеркнуть, что все, что делалось правительством, все, что делалось в 2017 году, это по сути дела большой наказ избирателей. Это супсуборный наказ избирателей, потому что все, что делается в Ульяновской области, делается, конечно, во имя наших людей. Обсудили на встрече и планы на предстоящий период. Прежде всего, это реализация майского указа президента Российской Федерации. В рамках данного указа мы договорились о том, что будут выделены дополнительные средства на порядка 380 миллионов на реализацию программы «Ясли» в детских садах. 181 миллион будет выделено на дополнительные заработные платы работников, в том числе бюджетной сферы в униципалитетах. 25 миллионов дополнительных средств будет выделено в рамках комфортной городской среды. Это то, что отображено тоже, соответственно, как бы в указе президента. Вот эти средства мы зафиксировали для того, чтобы в ближайшее время, практически по июню месяцу, они были выделены в рамках бюджета. И, соответственно, в течение летнего периода можно было бы в рамках данных средств приступить к реализации того указа, который выпустил президент 7 мая. Фракция ЛДПР озвучила вопросы, касающиеся лекарственной помощи, переселения из аварийного жилья, газификации и кредиторской задолженности по медучреждениям. По словам Дмитрия Грачева, реальные доходы населения за прошлый год остались на прежнем уровне. А прогноз по увеличению заработных плат не выдержан. Решение этой проблемы существует. Недостижение этого показателя снижает покупательскую способность населения. В связи с этим падает объем платных услуг, а это, в свою очередь, опять недополучение налогов. То есть я предложил разработать ряд новых и серьезных мер по увеличению реальных доходов населения. Губернатор меня заверил, что окажет в этом всестороннюю поддержку и поручит правительству такие меры предпринять. Представители коммунистической партии интересовали вопросы здравоохранения, благоустройства и повышения заработной платы. Не обошла стороной и тема переименования площади Ленина. Сергей Иванович заверил нас, что поглубже вникнет в эту проблему, которая на сегодняшний момент возникла. На честь вопросов, которые мы сегодня не успели обсудить, ответы будут даны, соответственно, завтра. И мы проговорили, что в ближайшее время эти встречи будут уже системнее и почаще, и эти вопросы будем обсуждать. В ходе подготовки к отчету от депутатов всех уровней поступило 250 вопросов. Большинство из них были от фракции «Единая Россия». Я нашел там очень много не только интересного, но и полезного для того, чтобы подкорректировать наши совместные программы, наши совместные действия, для того, чтобы помочь людям справиться с теми проблемами, с теми вопросами, с которыми они к вам обратились. Более подробно все вопросы обсудят уже завтра. Лена Андреева, Даниил Сурков. Новостью Леновской правды.